Общественные слушания 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 Обсудили и предстоящий конкурс «Учитель будущего», который пройдет в марте месяца в городе Санкт-Петербург. О ходе подготовки магаданской команды, прошедшей финал конкурса, рассказал молодой учитель истории из 15-й школы. «Посмотреть команды других регионов, которые вышли в финал. Предварительная цифра называлась 80 команд. Так как это командный конкурс, в чем сложность от всех остальных конкурсов, надо не просто создать впечатление, надо показать, что работая в команде, решение принимается командное и конкурсные испытания тоже командный продукт». Специалисты с таким опытом уже внедряют в своих школах новые техники сплочения коллективов. Учебный процесс становится интереснее и доступнее для юных колымчан. История создания ивенской письменности, мастер-класс «Говорим по-ивенски. Современное состояние языков коренных малочисленных народов Севера». В Институте развития образования провели проектную мастерскую «Научно-методические резервы изучения родных языков КМНС». День родного языка коренных малочисленных народов Севера в Магаданской области отмечают 21 февраля. Цель данной встречи – обсуждение проблем языка, а также пути его сохранения. Эксперты утверждают, если на языке говорят менее 100 тысяч жителей, он постепенно исчезает. «А если исчезает язык, то, соответственно, будет исчезать и культура. Мы в этой ситуации стараемся поддержать наших коллег и стараемся проводить повышение квалификации педагогов национального языка, стараемся проводить круглые столы, семинары. И вот сегодня у нас проектная мастерская. Значит, на этой проектной мастерской подготовлены доклады». Свои доклады представили не только сотрудники института, но и работники Краевеческого музея. Кроме того, к конференции подключились и специалисты из других городов страны. На семинаре эксперты рассматривали возможности сохранения языков коренных народов Севера. Основная проблема, утверждают исследователи, – маленькое количество носителей. Также не хватает учебников и преподавателей. Из-за этого передавать знания становится сложнее, поэтому язык исчезает. Однако специалисты стараются сохранить наследие, готовят справочники и пособия. «Все мероприятия направлены на сохранение культур вымирающих народов, малочисленных народов, чтобы сохранить его для потомков, конечно же, чтобы передать их корни, культуру, показать то начало, духовность, от которой они берут свои корни». Для сохранения и изучения культуры во многих организациях Магадана проводят лекции, семинары и встречи с представителями народов Северо-Востока. Участники мастерской поговорили и об особенностях христианизации коренных народов, представили презентацию учебно-методического издания «Краеведческие портреты». Сегодня, 20 февраля, возможно ограничение проезда по Пролетарской, Наровчатого, Кольцевой, Гагарина и Промышленном проезде. На уборке города задействовали 53 единиц техники Галуда и комбината зеленого хозяйства. Уборочные машины работают по основным городским маршрутам. Делают срез наката, нарезку вала, вывоз снега. Автогрейди расширяют проезжую часть, 4 погрузчика и 10 самосвалов вывозят снег. Экскаватор ведет погрузку противогололедных материалов. КЗХ ежедневно чистит городскую территорию. Лестницы, тротуары, переходы, межквартальные проезды, подъезды к контейнерным площадкам. Против 44-летней женщины, которая ударила судебного пристава исполнителя, возбудили уголовное дело. Ее подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 15 февраля 2021 года судебный пристав и представитель Магадан Энерго прибыли к квартире должника за коммунальные услуги. Дверь квартиры открыла мать должника, которой судебный пристав исполнитель представился и разъяснил цель своего визита. В ответ на это женщина отреагировала агрессивно, попыталась закрыть входную дверь, а затем ударила рукой в лицо судебного пристава исполнителя, причинив ему телесные повреждения. Действия женщины, предварительно квалифицированные по части 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ, как применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Сотрудники ведомства продолжают расследование уголовного дела. Специалисты проводят необходимые следственные и процессуальные проверки, которые направлены на сбор и закрепление доказательств. Сотрудники ведомства Погибших в зонах военных конфликтов. Почтим память ветеранов. Погибших в зонах военных 절内, Редактор субтитров А.Семкин